Предприемство «Гомель-Шпалер» рыхтуется до запуску новой вытворчасти. На протягу двух тынёв тут и шли пусконаладочные работы. Зараз специалисты приступили до выпрабывания, на какие по нормативах отведено трое суток. За этот час у всех служб, от техничных до санитарных, проверять ответственность вытворчасти необходимым параметрам. Коли за уваг не будет, худко предприемство приступить до промыслового выпуска виниловых шпалер. Наши корреспонденты так само назирали за его подрыхтовкой до старта. Никто на гомель-шпалерах не утоевая. Ранее и саправды вакул завода распаусюджывался неприемный пах. Але пасля набыця газоочисшальные плазмокаталитичные установки ситуация изменилася. Паветра больше не будя, наполнена неприемными пахами. И всё ж таки гомельшане, які пришли на приёмды, янадзе салауясь, свержали, что дыхать побач с предприемством у опушней шэс знов стало тяжко и неприемно. Кабы одразу разобраться, чым пахне проблема, чиновники, простойники санитарных службов, грамадяне и журналисты пройшлися по предприемстве и погутарали с его керауніством и партнерами, які займаються пусконаладкой. На сегодняшний день проводится двумя лабораториями контроль выбросов, как на источнике непосредственно из газоочной установки, так и на санитарно-защитной зоне, то есть на прилегающей территории предприятию. А вот, как Вы считаете, обоснованы ли претензии, инициативные? Эти претензии были обоснованы до того, как мы закупили и поставили данное оборудование. После того, как мы купили это оборудование, в тот период, когда мы проводили пусконаладочные работы, оно показалось очень эффективным, то есть отсутствуют все те негативные факторы, они отсутствуют. Это и запах, дым и шум. Пусконаладочные работы проводят разом с простовниками российской компании – вытворцы газоочисшального обсталявания. На этот процесс отведено 72 годины. Затым вытники лягут на стол до губернатора. После чего, когда все будет ответить нормам, линия по выпуску виниловых шпалер выйдет на вытворшую могутность. В данный момент пусконаладочные работы завершены, оборудование уже в непрерывном процессе работает двое суток. Пусконаладка у нас длилась порядка двух недель. Были определенные нюансы для синхронизации с технологической линией, для объединения тепловых потоков. Ну, свои специфичные моменты, потому что линия работает непрерывно, оборудование технологически сложное, процесс технологически сложный. Что тыжится паху, на який у своем звороте до губернатора скардзелься члены инициативной группы Гемельшан, то такие моменты саправды есть. Гэта особливости пуска наладочных работ, кали проверялися разные режимы працы линии. При фиксовании паху работы спынялися. И проводилась додатковая регулировка обсталявания. Мы все же делаем общее дело. Я думаю, что ситуация будет на контроле. И, возможно, даже несколько шире этого производства. Поскольку все, что связано с полихлорвинилами, производствами, оно все представляет очень большую опасность. Ну, дай Бог, чтобы все это работало надежно. Газа-чищальная плазмокаталитичная установка российской вытворчасти дозволить значительно снизить выкиды у атмосферное поветро и одновить прасу припыненной линии виниловой продукции. Основная мета-инвестпроекта – выпуск полного спектру шпалер от бюджетных вариантов до премиум-класса. При выходе установленного обсталявания на полную могутность рентабельность продукции складе кали 15-20%. Марина Джалая, Вольга Канавалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания Гомель.